Военная обстановка в Сирии 26 апреля 2017 года Дейр-Эззор и Сирийская Республиканская Гвардия отбила очередное наступление ИГИЛ. Бои прошли возле авиабазы Дейр-Эззор, базы бригады Тамин и в районе кладбища. Ранее в этом месяце ИГИЛ предположительно перенесло свою самопровозглашенную столицу из Раки в Дейр-Эззор на фоне продолжающегося наступления на Раку, которое поддерживают американцы. Если это так, то террористы усилят попытки захватить подконтрольную правительству территорию города. 25 апреля в Северной Хаме Хаят Тахри Рашам и ее союзники провели контратаку на позиции правительственных сил в Масасне и возле Зелакьят. Для прорыва обороны правительственных сил в Масасне боевики применили автомобиль-смертник и вошли в деревню. В Зелакьяте силы во главе с Хаят Тахри Рашам связали чередой боев правительственные силы. По данным правительственных источников, к 26 апреля правительственные силы вновь вошли в Зелакьят и отбили наступление боевиков в Масасне. Однако бои в данном районе по-прежнему идут и будут идти до тех пор, пока силы во главе с Хаят Тахри Рашам вновь не истощат свои тактические резервы в данном районе. Ожидается, что это вскоре произойдет. По данным заявлений, выпущенного Генеральным командованием YPG, 25 апреля ВВС Турции разбомбили Генеральный штаб Курдских отрядов Народной самообороны YPG, расположенный на горе Карачок возле города Аль-Маликия. Авиаударам также подверглись новостной центр, местная радиостанция, голос рожа ВФМ, штаб связи и некоторые военные учреждения. Генеральное командование YPG также подтвердило гибель членов YPG и мирных жителей в ходе авиаудара. По данным курдских источников, в результате авиаударов погибло порядка 20 человек. YPG является костяком действующих в Сирии сирийских демократических сил СДС, которых поддерживает США. В свою очередь, турецкие военные выпустили заявление, где указали то, что турецкие боевые самолеты нанесли бомбовые удары по членам рабочей партии Курдистана, РПК, в Северной Сирии и в Северном Ираке. Анкара считает YPG сирийским крылом РПК и рассматривает ее как террористическую группировку. Согласно заявлению, в результате авианалетов уничтожено порядка 70 членов РПК, из них 30 в Сирии и 40 в Ираке. А удары по целям наносились, чтобы не позволить РПК, цитируя, «направлять боевиков, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в Турцию». Конец цитаты. Заявление турков отмело в сторону все слухи о том, что Анкара нанесла удар по поддерживаемым США бойцам в Сирии по ошибке. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что США и Россия были оповещены об атаках. Однако Пентагон заявил, цитирую, «данные удары не были одобрены антиигиловской коалицией и привели к досадным потерям среди партнерских нам сил». Конец цитаты. В том же заявлении Эрдоган сообщил, что после якобы состоявшегося разговора с президентом России Владимиром Путиным, Москва снижает поддержку правительства Ассады. Между тем, в северном Алеппо турецкая артиллерия начала обстреливать позиции в АПГ и СДС. Бывший министр обороны Израиля Моше Яолон случайно признал то, что у Израиля есть открытый канал связи с группировкой ИГИЛ, или как минимум с той ее частью, которая действует на сирийской части голландских высот. Говоря в субботу о нейтралитете Израиля в ходе сирийской войны, Яолон заявил о том, что игиловцы извинились за обстрел солдат армии обороны Израиля на оккупированных голландских высотах. Газета Times of Israel привела цитату Яолона, цитирую, «Недавно произошел один случай, когда Дайш открыли огонь и извинились», конец цитаты. Данное заявление относилось, скорее всего, к боестолкновению, которое произошло у сирийской границы в прошлом ноябре, когда войска Цахал и игиловцы обстреляли друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok